А в Тольятти российский Дед Мороз уже зажег огни на главной городской елке и вместе с Жигулевской Снегурочкой дал старт праздничным гуляньем. Не обошлось и без новогодних чудес, а Анжела Манылова не просто со стороны наблюдала, но и сама училась исполнять желания. Он приехал, как и обещал, за 12 дней до Нового года. Главный Дед Мороз страны, а Снегурочка местная, Жигулевская. И сразу приступил к созданию праздничного настроения. В следующий, 2016 год я объявляю годом простых чудес. И каждый желающий от мала до велика может стать начинающим волшебником. Просто надо сделать хорошее, доброе дело. Восьмилетний Ярослав письмо Деду Морозу набирал на компьютере, чтобы было солиднее. О заветном желании нам рассказал по большому секрету. Ярослав попросил нас помочь передать письмо Деду Морозу лично в руки. Как тут откажется? Тем более, что под Новый год все немножко волшебники. А между тем на площади гремела музыка, звенел смех и все ждали главного. Давайте же все вместе! Раз, два, три! Ёлочка гори! После непродолжительных уговоров случилось новогоднее чудо. Ёлка засветилась огнями. Пока на площади толпа хричит раз, два, три! Ёлочка гори! Главное волшебство происходит здесь, внутри городской ёлки. Вот он, центральный рубильник, несколько движений рук и огни на городской ёлке загораются. А вы тот самый волшебник? Тот самый волшебник. Наша группа целых волшебников. Трое суток ушло на монтаж ёлки. Километр разноцветной гирлянды и полтора киловатта электроэнергии в час. На то он и Новый год, чтобы случались простые чудеса. Получилось и у нас помочь Ярославу. Дед Мороз вышел к мальчику через служебный вход, забрать письмо с заветным желанием. И все, что в моих волшебных силах я постараюсь сделать. А Ярослав в свою очередь решил, если его желание сбудется, написать новое письмо для всех знакомых и незнакомых людей. То, что они хотели, их это исполниться. Анжела Манелова, Борис Кислицын, Новости губернии, Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова